Привет, друзья! На смену престарелым кремлевским геронтократам идет второе поколение путинской властной элиты. Принцы и принцессы, дети, племянники и прочие дальние родственники тех, кто грабил Россию последние 20 лет, хотят сместить своих нерадивых предков. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Вообще, это, конечно, довольно интересная ситуация, когда тенденции, о которых мы говорили где-то полгода назад, начинают реализовываться прямо сейчас. Потому что о том, что в российской власти должен начаться естественный процесс системной и довольно острой конкуренции между старыми элитами и новыми, процесс этой конкуренции, этот процесс, он обязательен в любой диктаторской структуре. Мы с нашими экспертами начали обсуждать еще где-то в конце 23-го, начале 24-го года. Почему мы уже тогда утверждали, что этот процесс обязательно начнется? Потому что, как мне кажется, Путин, будучи не харизматичным лидером, а схемщиком, создал структуру власти, которая больше похожа не на жесткие такие сталинские и гитлеровские методы правления, вот эти сталинскую и гитлеровскую диктатуры, построенные на идеологии. А он выставил что-то более похожее на средневековое королевство, или там «Королевство из цикла «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина», книга, которая легла в основу сериала «Игра престолов», там серия книг, в которых вельможи сбивались в группу у королевского трона, конкурировали между собой за доступ к королевскому уху и при этом обладали определенным иммунитетом при соблюдении главного требования – лояльности лично к самодержцу. Будь верным, и тебе простят даже неэффективность. А такая среда, с одной стороны, минимизирует риски заговоров против самого трона, потому что это гарантирует стабильность положения вельмож. А с другой – обрубает лифты, потому что прийти во власть, кроме как через клановые лестницы, нет никакой возможности. И самое главное – рождает возможность династической передачи власти и влияния. А значит, рано или поздно дети и внуки вступили бы в конкуренцию с отцами, дядями и дедами. Что, собственно, по-моему, и начинает происходить. И не только по-моему. Дети кремлевской элиты недовольны тем, что происходит в стране. Недовольны настолько, что готовы пойти против отцов. И возглавляет это сообщество дочь номер один в Российской Федерации, младшая дочь президента Катерина Тихонова. Итак, вокруг 37-летней Тихоновой начинает группироваться так называемое второе поколение путинской элиты. Те, кто в начале 2000-х был слишком молод или просто не играл важной роли. Сейчас детки подросли и начали пенять на неэффективности режима. Они противопоставляют себя старшему поколению, которое пришло ко власти вместе с Путиным 25 лет назад. К таковым относятся кланы Ковальчуков, Ротенбергов, Сечина, Патрушева. Главная претензия к ним – коррупция, которая своими масштабами колет глаза молодому истеблишменту. Мол, деды заелись так, что почти довели страну до ручки. Кроме коррупции им вменяют неспособность справиться с Украиной, отражать санкционные удары и еще ряд проблем, связанных уже с внутренней политикой. Однако важно отметить, что среди стариков, которыми недовольна молодежь, Путина нет. Зиму претензий никто не выдвигает. Дескать, как можно, ведь он-то весь в хлопотах о народе, пока его ближайшие соратники ведут страну под откос. И вот чтобы корабль под названием Российская Федерация не пошел ко дну окончательно, молодые элиты хотят перебрать штурвал в свои руки. И речь вряд ли идет о намерении действовать радикально и свергнуть режим. Скорее, об изменении курса. Пока тихо новцы, так условно нарекли группу, объединенную вокруг дочери Путина, только формируют свою стратегию. Ищут механизмы восстановления доверия между обществом и властью. Между собой артикулируют, что воровать надо бы поменьше, и с народом надо бы делиться. И что нужны масштабные социальные программы, как в Советском Союзе. Кто же вхож в это второе поколение путинской элиты? Во-первых, конечно, Катерина Тихонова. Надо сказать, что Путин никогда ничего не комментировал в отношении детей, никогда нигде с ними не появлялся и не раскрывал особо, чем они занимаются. Эти женщины, так Путин называл собственных дочерей перед прессой. Известно, что младшая из них, Катерина Тихонова, предпринимательница и занимает огромное количество руководящих должностей, касающихся науки и спорта. Также она кандидат физико-математических наук с многомиллионным состоянием. Кроме дочери Путина, в кружке недовольных много назначенцев последних месяцев. И что примечательно, выходцев из путинской охраны. Например, Валерий Пикалев, новый руководитель таможни. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга, а еще раньше главный охранник путинских дач на Валдае. Следующий — новый глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. До своего назначения он был заместителем директора Росгвардии. Куренков практически не выступал публично и не был широко известен. Ранее он служил в ФСБ и в Федеральной службе охраны, в том числе был бодигардом Путина. Алексей Дюмин — помощник Путина и секретарь Госсовета. До этой должности занимал пост губернатора Тульской области. Еще раньше был заместителем Шойгу. На заре своей карьеры он также работал секьюрити-президента. Как и Дмитрий Миронов — помощник президента, а в прошлом губернатор Ярославской области. Еще один выходец из Федеральной службы безопасности в этом списке — Павел Фродков, недавно назначенный заместителем министра обороны Белоусова. Кроме бывших путинских охранников в так называемом «круге» Тихоновой числятся. Андрей Турчак — новый алтайский губернатор. Ранее возглавлял Генеральный совет «Единой России» и занимал высокую должность в Совете Федерации. Кроме того, Турчака называли одним из политических кураторов временно оккупированных России регионов. Это он летом 2022 года заявлял, что Россия здесь навсегда. Причем делал это он в Харьковской области, обещая восстановить в том числе разрушенный при штурме Мариуполь. Владимир Мединский — бывший министр культуры РФ и нынешний помощник главы Кремля, известный своими историческими фальсификациями. Папочка, которой Путин махал перед носом Карлсона, думаем, именно из этих рук. Вице-премьер Александр Новак и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он, кстати, автор статьи, в которой говорит о загадочной концепции патриотического социализма для России. Описанные постулаты, скорее всего, и являются идеологической базой для сообщества Тихоновой. Ну и вишенка на этом торте из персоналей министра обороны Андрей Белоусов. Еще в мае российские политтехнологи писали, что назначение Белоусова на эту должность лоббировала именно Катерина Тихонова. К чему приведет формирование такого комьюнити вокруг дочери президента Путина? Сместит ли своих отцов, дедов, дядь молодое поколение уже в скорейшем будущем? И станет ли свежая путинская элита новым мощным кланом, то есть той самой Семьей 2.0? Ответов на эти вопросы пока нет, но наблюдать за данным террариумом, безусловно, не безинтересно. Удивительное и неожиданное во всей этой песне водки и селедки то, что группа начала формироваться вокруг одной из тех, кого все это время считали пустым местом с точки зрения участия в придворной жизни Кремля. Эти женщины, как раньше называл своих дочерей Путина, они же никогда не светились, никогда не учитывались в расчетах, в схемах движений подводных течений в путинском болоте. Обе не афишировались. Воронцова, кандидат медицинских наук, занимается какими-то странными вещами, типа эндокринных заболеваний у детей. Абсолютно несерьезные вещи с точки зрения путинской элиты. Ни нефть, ни газ. Что-то несерьезное и непонятное. Тихонова, вторая, кандидат в физмат-наук, занимается когнитивной наукой. В общем, тоже ничего серьезного. Никакого тебе губернаторства, никакой естественной монополии в управлении. Однако, не все так просто. Потому что последние годы Тихонова занималась работой над научно-исследовательским и образовательным комплексом «Технологическая долина МГУ». Более того, она смогла убедить папеньку в своей эффективности. И он подписал под это дело инвесторами Авена из Альфа-страхования, Гуцерива с Роснефтью, Дерипаску, Костина с ВТБ, Миллера с Газпромом. И, конечно, этот проект тут же обозвали «Сколково-2», и первая «Сколково-2» тоже начиналась грандиозно. Но тут же надо понимать, что то было «Сколково-Медведево», а это «Сколково-самого» Путина. Ну, точнее, дочери Путина. Надо чувствовать эту разницу, да? Амбициозная, да еще и родная кровинушка с магистратурой Мехмат-факультета, правда, полученной на 11-м году папенькиного правления, но, в общем, типичный представитель тому самого второго поколения путинской элиты. И вполне логично, что вокруг Катерины Тихоновой начали кучковаться те, кто уверен, что их время, ну вот если уже не пришло, то вот-вот придет. Однако, как и любой сюжет, связанный с дворцовыми интригами, история Тихоновой и ее друзей имеет множество нюансов, которые я захотел обсудить с тем, кто заметил образование этого кружка недовольных родственников и сочувствующих с политологом Аббасом Галямовым. Оставайтесь, будет интересно. Начать наш разговор я бы хотел с вашей оценки того, как вообще в принципе в основной массе своей выглядит и ведет себя вот эта вот группа детей, элитарных детей в России. Ну потому что у нас же есть примеры, не знаю, той же королевской семьи в Великобритании или в других странах, где дети, элитные дети, тем не менее наследники титулов, капиталов, имеют хорошее воспитание, прекрасное обучение и соответствуют своему статусу. Как с этим у детей условной путинской элиты? Ну у них, конечно же, серьезные проблемы с морально-этическим обликом. Это публика в высшей степени аморальная. Ну это вообще характерно для эпохи первоначального накопления капитала. А в конце концов они дети вот тех самых людей, которые организовывали это первоначальное накопление для них. Вот. И трансформация вот от предельного цинизма, абсолютной аморальности этой людей к людям, той информации, о которой вы сказали, такого аристократического склада, когда у людей появляются идеалы служения, такого там бескорыстного, да? Вот. Ну это, конечно, вопрос смены нескольких поколений. Это не делается в одночасье. Вот. То есть это не то, что первоначальные, изначальные человеческие материалы разные. Да, когда-то средневековые английские бароны, в общем-то, ну тоже люди были святые счеты, джентльмены. Вот. Но сейчас это уже другая публика. А в этом смысле в России, ну, 90-е, 2000-е, 2010-е, сейчас, да, собственно говоря, и до этого тоже в Советском Союзе. Это были, это была такая, это была хайка, это было сегодня вековое, это была абсолютно беспринципная борьба за выживание. Вот. Поэтому, поэтому, ну, трансформация в этом направлении, она займет какое-то время. То есть пока эта публика, конечно, значит, далека до идеалов, да, они могут рассуждать об общественном служении, но когда ты смотришь на то, что они делают реально, то, ну, они занимаются тем же самым, либо личным обогащением, либо делают карьеры в государственных структурах, пытаясь вырваться наверх и периодически добиваясь этого, да, они, никто из них не является сторонниками демократии, прав человека, да, вот тот кружок Тихоновцев, о котором вы меня спросили, как раз вот это вот второе поколение путинской элиты, это публика, которая, да, они понимают, что многое в стране делается неправильно, и они хотят это поменять, но целью своей они видят не абстрактное улучшение ситуации, вот, не сделать жизнь народу полегче, а, значит, укрепить социальное основание власти для того, чтобы самим править вечно, то есть они, они просто считают, что они эффективнее это сделают, чем их отцы, то есть отцы это сумели организовать не очень хорошо, поэтому сейчас, когда ситуация, система оказалась в ситуации стресса, она затрещала, пошла, значит, систему надо укреплять, вот, ну, то есть они это делают абсолютно свои корыстно, в своих собственных интересах. Аббас, те люди, с которыми я разговаривал, обсуждал вот эту вот идею, критики этой идеи говорят о том, что невозможно построение вот такой вот группы по той причине, потому что Путин является чистой воды сексистом, и вот он всегда своих дочерей называл эти женщины, да, и молотом, ну, вот так, вот на этом построена критика, кто они такие вообще на самом деле, у них есть какая-то там, не знаю, элитная тусора, они знакомы между собой, общаются между собой, душба с такими же принципами и принцессами, у них есть? Ну, смотрите, я знаю, все-таки не так много, чтобы вот, я не хочу говорить о том, чего я не знаю, я не знаю, очень много здесь нюансов, в первую очередь, вот именно вот этих простых нюансов, то есть в моей возможности проникнуть туда внутрь людей, добывать оттуда информацию, мягко скажем, не безграничную, я могу задавать конкретные вопросы людям, которые участвуют в организации работы этой группы, я могу задавать конкретные вопросы, да, но это вот не так, а как они там тусуются, а как они, да, то есть я, я, допустим, я могу сказать, что они организуют семинары, я вот об этом еще не писал, надо написать, будет отдельно, вот, например, они очень большое внимание уделяют изучению наследия Шпеера, организации работы, вообще экономики Третьего рейха, то есть они считают, что это вот образец эффективности, значит, и надо у нацистов учиться, ну, у кого еще учиться, так сказать, у кого учиться еще, значит, дочерям Путин, как мне, у Третьего рейха. Два вопроса одновременно, первый, почему сейчас, почему они до последнего времени находились в тени, обе там дочери Путина, да, что поменяло, вообще вся его рот, вся вот эта вот пирамида, пирамида Путина, что поменялось сейчас, и второй вопрос, связанный с этим, а насколько, в принципе, может дочь собирать вокруг себя какой-то кружок без ведома папашки? Я думаю, что с ведома, вот, во-первых, то есть ни в коем случае это нельзя воспринимать, меня многие вот неправильно проинтерпретировали, да, я видел, многие пишут, вот там, значит, Галямов рассказал, что там дочери Путина плетут заговор, но там ведь не заговор против Путина, они, они, да, они предъявляют претензии к первому поколению окружения Путина, к Сечину, там, Ротенберген, но сам Путин-то у них святой, да, это борьба не против Путина, а борьба за Путина, да, они пытаются сформировать новую программу действий, новую повестку и предложить ее Путину, так сказать, вот тебе отец родной, вот, поэтому я думаю, что они добро у Путина на это и спросили, а почему сейчас, ну, во-первых, просто подросли, так сказать, оперились, вот, во-вторых, ну, вот, первое поколение, они, ну, совсем старенькие становятся, всего им символические даты, дата вот эта за 70 перевалила им. Вообще, в принципе, я когда там составлял список, и смотрел на список людей, которые, по вашему мнению, входят в этот кружок, это же какой-то, ну, реально, как винегрет, да, там и охранники Путина, и там племянница Путина Цивилева с супругом, тут же у нас Фродков младший, тут же Мединский, а тут у нас вот этот вот там министр по делам, тут Япи Дмитриев, тут Пикалев, главный таможенник, да, есть ли логика вообще в этом списке? А этот нам нужен, потому что у него есть... Нет, 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 нужны все, так сказать, папы разные нужны, папы разные важны. Значит, главный принцип отбора в этой группу это то, что ты принадлежишь ко второму поколению путинской элиты, и ты не несешь, и ты, ты не пришел во власть в начале 2000-х вместе с Путиным, и ты не несешь ответственность за создавшуюся ситуацию, ты не несешь ответственности за продукт, за эту систему, и поэтому ты можешь, в принципе, эту систему реформировать. Да, вот люди, которые, типа Ковальчука, Феичина, там, прям с первого дня, с 2000-го года, да, там, находятся где-то около власти, они, они могут тоже понимать что-то мы не то построили, какая-то ерунда получилась, но они уже перед собой, перед историей отвечают за результат, и они вынуждены этот результат оправдывать, защищать, они не могут сказать да, какая-то ерунда получилась, вот, а эти могут, потому что это не продукт, не результат их работы, это не их рук дело, им легко это критиковать, им легко это реформировать, вот принцип, Окей. Гуру, как вы писали, этого кружка Белоуса. Смотрите, Катерина Тихонова ему благоволит. И судя по статье Чикункова, действительно, они в этом направлении движутся. Недавно на днях еще Клепач, это главный экономист ВЭБа, он выступал на каком-то мероприятии, там Российская Академия Наук организовала. И он примерно о том же говорил, о том, что нужно переспределение национального богатства. Ну, то есть опять про социализм, Катерина Тихонова. А Клепач тоже в 90-е годы очень много работал с Белоусовым. Я-то его помню по тем временам, когда он был замом УГРЕФа, замминистра экономики. А значит, тогда казался нормальным. Ну, видимо, сейчас им ситуация, так сказать, мозги там вправилось. Вот они теперь там дурнеют стремительно, дуреют. Тут вопрос в чем? В том, что, ну, хорошо, ладно, Белоусов, он все-таки убеленный сединами. Да, и его там идея, его увлечение какими-то там определенным кейнсианством в стиле позднего СССР, да, там, ВПК-драйвер экономики, технологическая независимость, все, национализация предприятий, да, это понятно. Но что об этом могут знать дети, которым тогда было по 16-17 лет, когда СССР развалился? Ну, приблизительно, плюс-минус. Ну, так поэтому они и покупаются. Они поэтому ведутся, да, на все это? Конечно, вот их папой, папой, папой их развести на это, я думаю, гораздо сложнее. Там, Рутенберг, Ковальчука развести на это вот счет, это сложно. Вот, а этих дурачков молодых, значит, которые, ну, они же реально думают, что булки на деревьях растут. Вот как эти генералы из Салтыкова, Салтыкова, Шадрина, понимаете? Пусть иди от мировых. Поэтому они вот так себя ведут. С появлением Белоусова эта группа получила достаточно серьезный силовой ресурс в непосредственном доступе. Не через кого-то, а вот, здравствуйте, Белоусов, у него есть ГУР, у него есть главное управление, главное управление генерального штаба, Гугаша. Не кажется ли вам, что вот сейчас выстраивается еще одна башня Кремля, притом самая мощная, потому что самая близкая к царю? Да, наверное, можно и так сказать. Значит, это очевидно, что новый элемент в конструкции появился, и он имеет все шансы стать очень серьезным элементом, да? Тогда в этой связи. У них есть ресурс, у них есть конфликт с группой стариков, которая с Путиным с самого начала. Вопрос такой, полуфилософский, потому что в России покорность – это одна из таких, мне кажется, ключевых черт менталитета. Они стоят на коленях и знают, что покупают, но стоят генералы РККА, которые покорно шли в лубянские подвалы, да, и только кто там, ворошил, обуденный, да, выставил пулемет в окно своей дачи и от него уехали. Путинские пенсионеры, которые противники этой группы, там, Ротенберги, Ковальчуки, там, Сечин и прочая, пролюбившая все полимеры, с точки зрения этой группы, они уйдут покорно под нож, отдадут активы, уйдут из власти? Ну, если Путин скажет, конечно, уйдут. Это все зависит от традиции Путина. Путин слабеет, но не настолько, знаете, чтобы его можно было расписываться щиток и утверждать, что там такое, знаете, дикое поле, да, где самый сильный, так сказать, берет все, что захочет. Но он, Пригожин, попробовал, и получилось. Поэтому пока все-таки, вот ключевые расклады пока зависят от Путина. Может быть, по истечению какого-то времени ситуация изменится, и можно будет уже действовать без оглядки на Путина, но пока это не так. Ну, то есть Ротенберги по своей воле, Ковальчуки, у которых сейчас огромное влияние, и лично на Путина, и медийное, и финансовое, вот они покорно скажут, окей, Катерина Владимировна, вот вам все. Они попытаются договориться, торговаться. Ну, то есть, смотрите, Катерина Владимировна, мы, где вы найдете лучших слуг, чем мы? Мы же все, как вы ее искали, сделаете. Вот, смотрите, у нас, мы же вам, так сказать, не с пустыми руками к вам приходим, смотрите, насколько его на блюдечке, так сказать, да. Вот, например, наш сын уже председатель счетной палаты. Вам что, не нужно председатель счетной палаты, что ли? Только, пожалуйста, командуйте, он, так сказать, готов хоть завтра. Вот вам наши медиа-активы, так сказать, они прям завтра начнут рассказывать про социализм. Вот, зачем вам кого-то другого искать? Я думаю, как-то так будет. То, какими ресурсами обрастает эта группа, то, что вы сейчас описали о ее взаимодействиях в возможных конфликтах или невозможных конфликтах, не является ли все это свидетельством того, что Путин определился с наследником, или, точнее, с наследницей? Нет, это напрямую не связано, то есть этот проект может реализовываться без всякой привязки к имени наследника. А может быть, на самом деле и определился. Там в группе считается, что якобы вот Катерина благоволит в этом смысле к Дюмину. В любом случае, такие ходят. Но, может быть, это и неправда, не знаю. Катерина благоволит к Дюмину как к кому? Потенциальному преемнику. Ну, то есть, смотрите, в этом нет, опять же, нелояльности. Это не то, что давай завтра свергнем папу. Да, нет, нет. Нет, папа будет править столько, сколько захочет. Но, когда папа, кстати, решит уйти, то хорошо бы убедить его, чтобы он ушел, оставив вместо себя Дюмину. Какой ты, на самом деле, достаточно неожиданный с точки зрения дворцовых переворотов, дворцовой борьбы и всего остального в вариант. Да, ну, то есть, сколько раз было в истории, что ставленник тут же моментально, что только садился на трон, понимал, что те, кто его привели к власти, являются его главными противниками. Ну, конечно, бывало и такое. Вообще, вся вот эта вот группа, которая рвется к власти, их отношение к войне сейчас, в данный момент, да, это там дело папина, дело святое, священное. Но, когда они поймут, что очень многое в России упирается в то, что она сейчас ведет войну. Тут санкции, расходы дополнительные, недовольство народа и так далее и тому подобное. Что они могут начать делать? Как может трансформироваться их отношение к войне? Это не их война. Да, поэтому... Она, в принципе, им не нужна. Ну, если они почувствуют, что она слишком обременительна, они начнут эту тему сливать. Ну, да, может быть, у Катерины будут такие вот личные, связанные с памятью о папе, так сказать, какие-то... Это же авторская война, папина война, да? Да, да, да. А, вот. Может быть, у нее лично, конечно, будут какие-то сентименты по этому поводу, так сказать, слезу уронить скуку и там... Ну, деньги берут. Вот. Ну, я не знаю, да, я не знаю, структуру ее мотивы, так сказать, и так далее. Но, во сколько там вокруг нее масса других людей, а им-то точно эта война вообще... Значит, ну, она никаким боком. Это не их проект, они... Они не несут, опять же, за него ответственность, вот как за то, что сейчас в стране происходит, не несут ответственность. И война тоже не их проект. Поэтому, если они сочтут, что война слишком обременительна, они без всяких проблем, ну, понятно, надо будет учитывать ответственное мнение, там, изображать о себе патриотов, там, это все будет. Но внутренней вот любви к этому всему, к этой войне не будет. И они ее сольют, в общем, то есть вступят в переговоры. Если почувствуешь, что где-то надо сдать, что-то сдадут. Ну, тогда, как говорится, пожелаем обеим командам успеха, и старикам, и молодым. Чем больше они друг с другом будут договариваться и конфликтовать, тем нам будет лучше. Интересно получается, правда? Очень интересно, что будет делать эта группа, когда войдет в полную силу, и от этой силы лопнет пузырь их иллюзорного мира, в котором нерадивые старики-стяжатели обманывали доброго и мудрого царя, грабили народ и начали войну, которую не могут выиграть. А в реальном-то мире это именно он, Путин, грабил народ и начал войну. Что пока он, Путин, является стержнем, замковым камнем, той системы, которая, по их мнению, неэффективна. И вот дальше возникает простой вопрос. Друг не друга. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.